Велосипеды 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 Также сегодня в ближайших выпусках новостей власти Подмосковья заявили о двукратном ускорении вакцинации в регионе в преддверии так называемых нерабочих дней. Высшая школа телевидения Останкино подтвердила отчисление студенток, хотя опровергла при этом данные о том, что они были наказаны за лайки в Инстаграме. Создатели фильма «Дюна» объявили о подготовке второй части фильма. Подробнее об этих и других событиях сегодня в течение дня. Спасибо, Игорь. Загруженность московских дорог поднялась до 4 баллов. В Москве сегодня пасмурно и прохладно. Днем плюс 5, плюс 7 градусов. Облака ветрено, будет идти небольшой дождь. Ночью плюс 6, завтра потеплеет. Днем обещают до 10 градусов, но дождь при этом продолжится. И в конце рабочей недели станет посуше. В пятницу 8 градусов тепла, в выходные пока обещают солнечную погоду и плюс 10. Я напомню YouTube-каналу «Серебряного дождя». Заходите, смотрите прямую трансляцию из студии. Начинается программа «Это только начало». Это и правда «Только начало». Привет, я Владимир Раевский. Привет, Мария. Доброе утро. Я тебе тоже вынуждена сказать, ты возмутительно бодр. А, да? Так же, как и Игорь Наумов. Ну, и вообще, я всегда побоиваюсь, когда ведущий начинает кричать с утра по радио. А если хочется, кричи, Володя. Нет, мне нравится, когда люди, как ты, разговаривают спокойно и вне зависимости от времени дня. Почему-то принято, не знаю, в мире ли или только в нашей стране принято, что надо кричать «Доброе утро!» «Доброе утро! Привет! Привет!» Ну, ладно. Это все как бы ламентации по беспочвенному поводу. Я хотел бы немного развить тему, затронутую слегка Игорем Наумовым, и рассказать про тот случай в школе телевидения Останкина, который произошел вчера. Он меня поверг в совершенное оцепенение и восторг одновременно. Ну, в общем, короче говоря, история заключается в том, что школа телевидения Останкина отчислила и заблокировала пропуск в здании своей студентки, нет, нескольким своим студенткам, двум как минимум, за лайк к критическому комментарию к их школе. Там был какой-то пост про новые коронавирусные ограничения, что, видимо, они закрываются на эту неделю. Причем, вы знаете, я говорю, по-моему, в этом даже неинтересно разбираться, о чем был пост и о чем был комментарий лайкнутый. Ну, там что-то было про то, что, видимо, школа закрывается, и коммент был, ну, вроде того, что, типа, а за что мы деньги тогда платим? Ну да, верните наши деньги, если школа закрывается. И, значит, там кто-то написал, и там пять девочек лайкнули. Они получили сообщение, «Добрый день, вам закрыт доступ в школу». Школу причем с большой буквы, естественно. «Вы не можете больше обучаться». Они спрашивают, типа, на каком основании? И в ответ получается скриншот с перечнем врагов народа, тех, кто лайкнул этот комментарий. И подпись. «Нет причины продолжать обучение там, где вас что-то не устраивает». Ну, в общем, естественно, разгорелся скандал. Естественно, школа телевидения Останкина закрыла свой инстаграм-профиль, чтобы ей ничего плохого не писали. Но это все еще полбеды. Ну, много ли у нас вокруг такого колхазье, как, значит, вышеописанный? Но ректором, нет, художественным руководителем этой школы, вообще в потрясающей должности, стала, ну, в общем, моя коллега по профессии Елена Летуча. Это программа «Ревизор». Я, по крайней мере, знаю... Когда-то была программа «Ревизор». На самом деле, по-моему, великолепная ведущая. Вот я тоже телеведущий, немного в этом понимаю. Мне кажется, что с точки зрения профессии, присутствие в кадре, того, как она выглядит, как она умеет себя вести, как она держит внимание, совершенно потрясающий профессионал. Именно в этом смысле. Но я уже не знаю, насколько Елена компетентна именно в сфере журналистики, поскольку это школа телевидения, но там учат, наверное, не только в кадре работать, а еще всему остальному. Не знаю. Ну ладно, но дальше началась абсолютно для меня неописуемая ситуация. Елена накатала огромный пост тоже в инстике. Уважаемые студенты, в ближайшие дни вас ожидает перерыв обучения. К этому призывают дальше одни большие буквы. Президент РФ ВВ Путин и мэр города Москвы СС Собянин. Тут как бы начинают возникать вопросы в журналистских компетенциях. Мне кажется, что даже на самых верноподданнических изданиях чуть больше сдерживаются люди. Дальше. Размещая в соцсетях провокационные комментарии, некоторые студенты настолько недовольны. Дальше снова капслог идет. Крик утренний. Указами президента РФ ВВ Путина и мэра Москвы СС Собянина, что готовы оклеветать и высшую школу Останкина. Одни большие буквы. Одни заглавные буквы. Которая просто соблюдает требования высшедших организаций. Вражение довольства уходом нашей школы на незапланированные выходные распространяя в соцсетях. Соцсети, написанные через дефис. Тоже возникают сомнения в компетенциях журналистского толка. Ложную информацию. Наши бывшие, теперь уже студентки, решили, что саботирование подобных антиковидных мер лучшее, что можно было предпринять на сегодняшний день. Короче, говоря, риторика абсолютно репрессивная. Абсолютно из мира какого-то 1948 года. Я бы сказала, бюрократическая. Короче, говоря, их отчислили. Школы реально пишут абсолютно выехавшие какие-то сообщения. Извините за это слово, но они реально выехавшие. Что я хочу сказать? Во-первых, удивительно, что школа телевидения Останкина существует в мире действительно 1948 года, когда ей поперек слова нельзя сказать. Во-вторых, странно, что все-таки школа телевидения, они не понимают, что такое эффект Стрейзен. Чем больше ты пытаешься что-то замолчать, тем больше от этого будет эффект, и тем больше тебе это будет припоминать. В-третьих, ну, пресекать свободу слова в школе телевидения, это какой-то оксюмарон. Это как запрещать пользоваться кисточками в институте Сурикова. Ну, я не знаю. То есть это... Свобода слова — это инструмент, которым пользуются все люди, которые работают на телевидении. Даже если свобода слова ограничена в стране, такой, как наша. Ну, и в-четвертых, ну, странно... Вы что думаете, что это бесследно для вас пройдет? Если вы создаете повод критиковать вас СМИ, так это и будут делать. Особенно все, кто сталкивались с выпускниками школы телевидения Останкина и понимали, чему там учат этих несчастных людей. Короче говоря... Ты сейчас подвергся просто эффекту Стрейзен напрямую. Знаешь, как любит говорить экономист Андрей Мовчан, все, что не некролог, — это реклама. И в данном случае происходит сейчас именно это. Все же пошли, сейчас посмотрели. Школа, блам-блам-блам-блам-блам. Ну да. Вот он, простой способ. Закрыл Инстаграм, все посмотрели. В общем, я хочу сказать, что... Вы знаете, что я в первую очередь телеведущий. У меня есть своя программа, называется «Москва Раевского». Я готов взять барышень, которых отчислили из школы телевидения Останкина, к себе на стажировку. Я думаю, что я смогу обеспечить поступление знаний, желаемых вами, в не меньшей степени, и не меньшего качества, чем вы бы получили в школе телевидения Останкина. При всем уважении, которое, конечно, в последнее время пошатнулось в моих глазах. Вот все, что хотел сказать. Мы скоро вернемся в эфир и продолжим. Так, две минуточки, и я за чаем. Будем звонить победителю. Да. Это твой бизнес. Итак, продолжаем. Остальное мы берем у себя. Оформи кредит для бизнеса в Альфа-банке под 0% на первые три месяца. Оформи кредит для бизнеса в Альфа-банке. Предложение ограничено и действует до конца октября. Подробности узнавайте у официальных дилеров. И на сайте Mercedes-Benz. У не является публичной офердой. Умные знают, как заработать. Они получают 7% по накопительному альфа-счету. Так. Серебряный дождь в телеграме. Чего? На себя посмотрите, пишут. Назвал ваши данные ложью и тоже забанили. Вы ничем от пропагандонов не отличаетесь. Ой, это кто у нас пишет? Кто это у нас такое пишет? Это мы? Серебряный дождь кого-то забанил? Я не знаю. Это, наверное, Олег пишет. Какой Олег? Ну, а кто это тебе пишет? Я просто не знаю. Просто утром мне уже жаловался Олег, что где-то мы его забанили. Но поскольку я вижу... Это только начало. История рассказана мной о школе телевидения Останкино и отчисленных барышнях за лайк комменту в Инстаграме под постом про коронавирусное ограничение. Кстати, теперь школа телевидения Останкино делает вид, что их отчислили не за лайк. Хотя есть пруф, господи. Но они делают вид, что отчислены не за лайк, а за нарушение чего-то там эпидемиологического режима. Что ты делаешь? Почему ты мне не нравишься? Но мы от тебя отчислим за... Как это? Несомлюдение COVID-19. Примерно вот такого рода тексты выдает школа телевидения Останкино. Главное, как? Они учат журналистики. Журналистика — это все-таки доказательная сфера деятельности. Ты за каждое свое слово должен подтвердить чем-то. Если ты говоришь, что ты отчисляешь людей за то, что они там, не знаю, без масок ходят или что-то там делать не так, но ты же должен это доказать. А главное, ты должен предусмотреть, чтобы тебе не доказали обратное. А когда доказательство обратного лежит вот здесь вот и заключается в переписке этих барышень с руководством школы, очень странно делать вид, что... Ну, ладно бы вы были политиками, руководством Белоруссии. Говорили бы, мы посадили самолет, потому что нам позвонили из Аль-Каиды, организации запрещенной на территории РФ Белоруссии, Бацваны. Но вы... Это так смешно, это так много говорит обо всех этих заведениях, где учат журналистов. Короче говоря, барышни, я к вам обращаюсь, если вдруг вы меня слышите, я вам, безусловно, еще напишу. Правда, если хотите поучиться, я готов взять вас на стажировку, рассказать все, как у нас все устроено, чему-то научить, ответить на вопросы, с удовольствием это сделаю. Я думаю, что, в общем, мои компетенции заменяют некоторые услуги, оказанные вам за деньги, в школе Терриния Станкина, я, конечно, стажировку вам подарю бесплатно. Это не героическое сейчас было высказывание, просто мне очень хочется хоть где-то восполнить справедливость, тем более, что мне это так легко сделать. Тема, конечно, Володя, очень интересная, я понимаю, что она не предполагала дальнейшей дискуссии, но если ты обратишь внимание, какое количество людей увольняют из российских компаний за то, что они позволяют себе в социальных сетях действительно отзываться как-то нелестно о тех компаниях, в которых работают. Это, кстати, очень большая тема. Другое дело, то, что ты говоришь... Я ничего не знаю, кстати. Да то, что, если мы раскроем сейчас эту тему, то она действительно велика. Другое дело, все-таки это компании, там есть контракты и так далее, ну, я не знаю, какие условия контракта подписывают всякие люди, которые разглашают какие-то истории про компании, но то, что многих увольняют, это факт. Я вот просто не была готова сейчас поддержать эту тему, но если покопаться, то приведу тебе примеры. Но ты говоришь действительно, что это школа журналистики. Тут немножко другая история, правда, возможно, другая история, но она такая вот показательная все-таки. Да, не знаю, по-моему, журналист имеет право говорить все, что он захочет. Ну, не говоря уже о том, что частное лицо имеет право вести себя абсолютно, как ему вздумается. Тем более, по-моему, это школа, телевидение вообще за бабки людей учит. Алло. Мне, кстати, всегда пишут на слово «алло», потому что я не смею говорить это в эфире «алло». Но не только это пишут. Например, вот. На себя посмотрите, назвал ваши данные ложью и тоже забанили. Вы ничем от пропагандистов, извините, эвфемизм использую, не отличаетесь. И значение слова «пост» узнает, журналист. Я не знаю, извините, пожалуйста, вы не подписались, я не знаю, как к вам обратиться и не понимаю, о чем идет речь. Возможно, вы были забанены где-то в социальных сетях «Селебряная дождя», тогда напомните эту историю. Если хотите, я ее зачитаю в эфире. Последнее предложение адресовано, очевидно, мне. Странно, что на «ты», но хорошо. И вряд ли у нас был шанс перейти с вами на «ты». И значение слова «пост» узнает, журналист. В чем проблема с... А, вот. «Лайк», «пост». У вас с русским все в порядке, журналисты? Ну, давайте слово «журналист» запретим, оно тоже французского происхождения. Слово «день». «Жур». Мне нравится сообщение Алексея из Челябинска. «А что сразу барышень? Я тоже хочу на стажировку к Раевскому. У меня куча несправедливостей в жизни происходит». Ну, ладно. Ладно вам, Алексей. Вот. Ну, и слово «русь», кстати, тоже не вполне русского происхождения. Скорее всего, оно финского означает «грибцы». Потому что, извините, люди, которые основали наше государство, приплыли к нам на лодочках грибных. Извините за... Ну, вы понимаете, что все, что касается моей профессии, которую я всегда защищаю, поэтому я такую очень выбрал несознательно, выбрал такую защитную и очень эмоциональную манеру. Простите, что я так себе немного лишнего позволил. По поводу всяких слов, которые я произношу в эфире и которые многим не нравятся, я хотел бы эту тему развить, но чуть позже, поподробнее. Мне кажется, мне понадобится ваша помощь, и мы с вами можем развить довольно интересно и прийти к определенным симпатичным выводам. Но сейчас мы с вами вернемся к нашей традиционной рубрике «Сокровища нации». И напомню, что каждый раз накануне эфира я прячу где-то магнитик с логотипом «Серебряная дождя» в Москве или в тех городах, где я оказываюсь. Потом придумываю загадку, как этот магнитик найти. В эфире все это рассказываю вам, а вы этот магнитик ищите, фотографируетесь с ним, как только находите. Первый, кто присылает такое селфи, прямо на месте, где он был спрятан, прямо с магнитиком, получает от нас реальные сокровища, то есть призы. Чаще всего это книжки, билеты в музей и прочее. Иногда мы просим о помощи наших городских агентов, так мы это называем, людей, которые живут в городах, где я не оказываюсь. И вот на прошлой неделе нам очень помог наш агент Алексей Телешов. Это особенно занятно, потому что каждый раз я прячу магнитики, а Алексей Телешов владелец магазина магнитиков в Красноярске. И Алексей сказал, что будет прятать свободу, вернее, магнит с такой надписью, но Алексей настоял на формулировке «буду прятать свободу». Это одно из... такой дизайнерский магнит, из основы его взята старая труднодоступная граффити в Красноярске. Вот. А сам магнит был спрятан вот где. Я так... Мы эту загадку, посчитайте, вместе с Алексеем придумали. Еще раз хотел бы выразить ему большую признательность и поблагодарить за то, что он нам помог. Этот довольно симпатичный персонаж Красноярской фауны почитаем в городе, но не может забронзоветься. Для этого есть очень простые причины. Слева от персонажа найдите фонарь, на нем свободу. Фотографируйтесь с ним, присылайте фотографии нам. Ну что же, все состоялось. Уже вечером прошлой середы мы получили сообщение от Анны Голубцовой из Красноярска. И сейчас Анна на прямой связи с нашей студией. Мы с удовольствием ее приветствуем. Анна, здрасте. Доброе утро, Анна. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я так рад, что я всегда испытывал какую-то нежность и симпатию к Красноярску, никогда не был в вашем городе. И очень рад, что мы с вами сейчас общаемся. Спасибо, я тоже очень рада. Я немножечко волнуюсь, будоражена. Не волнуйтесь, вообще у вас день деньской уже в Красноярске. Да, сам разгар, половина первого. Расскажите, пожалуйста, Анна, как вы нашли спрятанный магнит? На самом деле я очень, как только я узнала, что, конечно, я слушала прямой эфир, и как только я узнала, что в Красноярске, я сразу же встрепенулась, все, не до работы. Готова была просто сразу бежать, всех своих друзей, знакомых мобилизировать. Ну, потом поняла, что хочу это сделать сама, никому не расскажу, мое, моя прелесть. Вот, и как только я услышала, конечно, ну, сразу три слова, фонарь, свобода и животное. Я начала думать, где это можно найти, где это может быть. В первую очередь ассоциативный ряд у меня пал на животное лев, потому что герб Красноярска, почитаем, вот, и фонарь, понятное дело, фонарь. Вот, по геологии, ой, по географии, точнее, в первую очередь пришел центр города. Поэтому начала думать, где в центре может быть животное, фонарей, конечно, много, и свобода. Я не знаю, может быть, у меня такая акцентуация, что ли, но у меня сразу картинка. У нас в центре есть, там, по-моему, управление по бороду с наркотиками, что ли, и при входе стоят скульптуры слева и справа львов. Скульптуры наркотиков. Ты имеешь в виду нар-дефис котиков, а котик это лев, так что все хорошо. Точно, именно так, да, да, да. Вот, и я помню, конечно же, там есть фонари рядом, вечером после работы, ну, да, я сразу подумала, что нужно идти туда. Потом я подумала, что, ну, все-таки нет, может быть, может быть, ну, это слишком как-то, как-то не очень. Спросила свою подругу, что ты думаешь об этом? У нее ассоциативный ряд был совсем другой, но почему, кстати, вот, забыла сказать, мне управление, ну, то есть у меня все сошлось, фонарь есть, лев есть, и, ну, управление наркотиков и свобода тоже, в общем-то, связать можно. Вот, а она мне говорит, что да нет, свобода, у нас же на КИЦе, на культурно-историческом центре надпись «Свобода», световая инсталляция, такая, я такая, ну, да, точно, но, ну, у меня же все сходится, ну, а там, какие животные, какие фонари, да, ну, нет, вот, ну, и потом вроде бы как-то, когда мы вышли с ней на улицу, после работы вечером, уже пошли гулять, моя теория уже, мне как-то не сильно нравилась, но я должна была ее проверить, конечно же, она оказалась неверной, потом мы продолжили свой квест, дошли до культурно-исторического центра, а там рядом находится арка, ну, как бы красноярская такая арка с гербом, меня не отпускал лев, я, я давай смотреть рядом, там как раз слева фонарь один-единственный, потому что справа его нет, слева фонарь, думаю, вот, сошлось, как раз смотрим на надпись свободы, рядом с аркой, где почитаемый красноярцами, почитаемый красноярцами животный лев, все сходится, и в этот момент все фонари обошли, магнитика не нашли, и в этот момент до нас доходит слово, ну, знаете, так, флешбеками, персонаж фауны, и понимаем, что персонаж относится к литературному, ну, то есть к какому-то, может быть, фольклору, ну, то есть это не герб, это никакое значение лев к этому не имеет, вот, и мы вспоминаем про скульптуру лошади серебряной, я, если честно, да, я, если честно, искренне думала, я потом уже погуглила, узнала, я искренне думала, что эта лошадь по мотивам рассказов Астафьева, нашего земляка, писателя Виктора Петровича, уверенно пошли к этой лошади, рядом фонарь, я нашла магнитики, я безумно была рада, у меня подруга говорит, тут парень какой-то ходит, давай, тут парень какой-то ходит, он тоже его, может быть, ищет, я вообще, я ничего не слышу, я счастлива, я нашла свободу, я нашла магнитики, вот, а потом уже, на самом деле, оказалось, что этот памятник, он посвящен первопроходцам, основателю города Дубинскому, который оставил, собственно, свою лошадь на этом месте, вот, и пошли дальше гулять, оставили территорию. Ура! Анна, спасибо вам огромное, я надеюсь, что мы еще в Красноярск, вот так вот, таким образом вернемся, и надеюсь, когда-нибудь посетить ваш город, спасибо большое, и спасибо за такой интересный рассказ, счастливо, будьте здоровы. Спасибо. Спасибо, пока-пока. О, вот это да, какие у нас крутые слушатели, я не перестаю просто этому поражаться, какие умные, интеллигенные, и какие упорные. Начутанные, упорные. Просто взять, как бы, мой довольно гопнический текст про Красноярск, и начать его крутить, и разбирать. И главное, что люди, хоть кто-то слушает ушами, и каждому слову уделяет внимание, какой, какой человек Анна. Спасибо вам большое еще раз заочно. Вот это да. Александр из Москвы пишет, послушал историю вашей слушательницы, как сериал посмотрел. Да, и я тоже. Хорошо было. Ну что, Красноярская родина львов, спрашивают именно из Москвы. Да, знаете, таких родин львов по всему миру. Ну, в общем, вообще говоря, да, есть такая, легенда про войско казаков, подправедительство Дубинского, которое высадилось где-то там в районе Стрелки, исторической части Красноярска. Воевода добрался до берега реки на своей красавице белой лошади, папаху сбросил, нагайку сбросил, шашку сбросил на камень и сказал, здесь будет город. И пошел изучать местность. А лошадка осталась ждать своего седока. Ну, и вот в память об этом мифологизированном событии поставили такую скульптурную композицию, называется «Лошадь белая». Кстати, по-моему, я никогда ее не видел вживую, как я уже сказал, в Красноярске не был, но, по-моему, она выглядит здорово. Тем более, что ее сделал красноярский мастер ковки по фамилии Артемов, и она выкована, то есть она не может быть, не может заприназоветь именно по этой причине. По-моему, отличная история, хотя «Белая лошадь» с Красноярском связана еще до революции. На первом гербе был фрагмент Томской губернии, а на гербе Томской губернии именно «Белая лошадь». Ну что, а новое задание, новое сокровище спрятано в Москве. Я вам с удовольствием расскажу, где, сразу после того, как мы вернемся в эфир, не переключайте «Серебряный дождь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова